Этим летом тверичане впервые столкнулись с повторными отключениями горячей воды. Причина – сильный износ теплосетей. Наша съемочная группа встретилась с представителями ресурсоснабжающей компании, чтобы узнать о том, на каком этапе ремонтные работы в областном центре и когда будет восстановлено горячее водоснабжение. Отопительный сезон в этом году был завершен в середине мая. И сразу же в жилищно-коммунальной отрасли началась подготовка к следующей зиме. Сейчас у тверских тепловиков в самом разгаре сезон ремонтно-технических работ. Но готовить сани летом, а телегу зимой в столице Верхневожья с каждым годом становится все сложнее. И причины тому действительно есть. Процент износа более 90%. Трудности мы испытываем на подавляющем большинстве участков. Большинство подавляющих этих участков отслужило свой эксплуатационный срок, а более половины участков отслужило два срока и более положенных для эксплуатации. Поэтому проще было бы назвать те улицы, на которых мы менее всего испытываем затруднения. На сегодняшний день гидравлические испытания и ремонт теплосетей проведены на 39% объектах городского хозяйства. Теплосети проверяют на прочность с помощью передвижной насосно-испытательной установки. Именно она помогает точно выявить слабые места на трубопроводах. На этой неделе начнутся капитальные работы на теплосетях областной столицы. С начала ремонтного периода производятся капитальные работы по замене разводящих теплотрасс по проспекту Чайковского. На этой неделе буквально начинаются капитальные работы по замене дефектного участка магистральной теплотрассы по улице Фурману диаметром 800. В конце июля намечаем вместе с подрядчиками начать капитальные работы по теплотрассе по улице Баталова. На август месяц, сентябрь намечены капитальные работы по замене большого участка по улице Докучаева диаметром 1000. Не только высокий процент износа и повреждаемость теплосетей сказываются на сроках проведения ремонтов, но и катастрофическая нехватка персонала. Хоть все и работают в усиленном режиме днем и ночью, но все равно остро ощущается дефицит специалистов. В связи с запланированными ремонтными работами на теплоэлектроцентрале Тверской ТЭЦ-4, которые стартовали первые, продлятся до 10 июля, а также из-за частых повреждений тепловых сетей во время гидравлических тестов, возможно снижение температуры горячей воды или повторное ее отключение. Все это связано опять же с тем, что степень износа трубопроводов очень высока. Трубопроводы в нашей большинстве необходимо просто полностью заменять на новые. Следствием вот, скажем так, такого положения является то, что на некоторых участках мы вынуждены повторно возвращаться к ремонту, к устранению дефектов, повторно отключать потребителей. Сотрудники Тверской генерации активно занимаются поиском течи в теплосетях и выполняют регулировочные работы по постепенному восстановлению нормальных параметров теплоснабжения. Управляющие компании и руководители учреждения уведомлены о предстоящих работах. Компания также информирует, что для жителей, оказавшихся в зоне отключения или существенного снижения температуры воды, будет проведена корректировка платежей в соответствии с установленными правилами. Резюмира можно констатировать, что бесконечно латать проржавевшие и явно отслужившие свой срок трубы по принципу заплатка на заплатке не получится. Городское коммунальное хозяйство требует срочных и полноценных мер по его реконструкции. И мы еще обязательно вернемся к этой теме. Продолжение следует...